Добрый вечер! Дорогие друзья, ну что поделаешь, туманная осенняя пора, ну вы знаете, для кого-то на самом деле это всё-таки пора очарования, ну а кто-то, конечно, старается сбежать от серой грустной осени, продлить себе лето, ну, например, собираясь в тёплые края. Сегодня предлагаю поговорить о путешествиях. Согласитесь, любое путешествие на самолёте или даже на самокате, что очень модно сегодня, это всё-таки приключение, которое дарит нам какие-то позитивные эмоции, новые открытия, очень много ярких моментов и, конечно же, обязательно заряд энергии. Вот в такие моменты, дорогие друзья, мы очень редко задумываемся о своей безопасности, именно о безопасности, о том, как же путешествовать безопасно. Вы знаете, сегодня ждём ваших советов. По телефону 34-22-43 рассказывайте какие-то свои истории, делитесь своими советами, как сделать отдых безопасным, с какими проблемами вы сталкивались на отдыхе. И, может быть, даже задавайте вопросы нашим гостям. Ну, а пока сегодня своими историями и советами поделятся наши гости в студии. Ирэн Рейн, певица, продюсер, композитор, очень любит путешествовать, причём любит путешествовать роскошно и, при этом, вы знаете, имеет такой печальный опыт отдыха в горах. Об этом узнаем сегодня в прямом эфире. Ирэн, спасибо, что пришла к нам. Добрый вечер. Ну, а о путешествиях, направлениях, о том, как сделать туристическую поездку увлекательной и безопасной, расскажет Денис Езерский, начальник управления спорта и туризма Гомельского облсполкома. Добрый вечер. Своими советами поделится также Ольга Гончарова, директор предприятия Гомель облтуриста. Добрый вечер, Ольга. И Сергей Ковалевич, директор горнолыжного комплекса «Мозырь». Добрый вечер. А вот как морально настроиться на дальнюю дорогу, знает психолог Людмила Тутынина. Кстати, страстный путешественник, любитель дальних стран и экзотических туров. Ну, мне кажется, мы можем поприветствовать бурными аплодисментами гостей в студии. Вот мне хотелось бы сразу задать вопрос для всех. Вот самое яркое впечатление от отдыха. Вот поделитесь кто-нибудь. Может, Рэн начнёт. Давайте начнем. У меня яркое было в Таиланде. Когда мы были с родителями, мне было 16 лет. И когда я увидела в сафари-парке живых тигров, львов, и ты ездишь, они не в клетках, а ты едешь в автобусе. То есть с зоопарком не сравнится? Да, нет, нету там ни клеток, ни преград. И ты едешь, естественно, в автобусе, потому что так-то тоже нельзя. И ты проезжаешь всю эту территорию. Бегемоты, жирафы, то есть неимоверное количество. Ты проехала. Потом по этому сафари-парку ты можешь гулять. То есть попугаи подходят, обезьяны подходят, слоны. Ты можешь погладеть тигра, сфотографироваться. Но это было впечатление, конечно. А были какие-то, ну скажем, неприятные моменты, связанные с отдыхом, с каким-то путешествием? Может быть, багаж где-то потерялся? Нет, вот таких моментов вообще не было. Не с багажом, слава богу, всё хорошо. С отелями, слава богу, всё замечательно. То есть есть поездки, даже не задержки никаких самолетов. Единственное, вот у моих родителей был случай, да. Они собирались на Новый год поехать в Египет, ехали. Здесь купили у какой-то туристической фирмы путёвку, понятия уже не помню. Поехали через Москву, был вылет. В итоге даже и вылета не состоялось. То есть деньги частично там вернули, не вернули. Но разбирательство, ну и остались Новый год праздновать в Москве. Вы знаете, я всегда хотела спросить у Дениса Владимировича, вот как он предпочитает отдыхать? Есть ли какие-то поездки в дальние страны? Или это отдых только у нас? Может быть, какие-то у вас есть новые впечатления и новые эмоции? Предпочитаю отдыхать, конечно, с семьёй. И, конечно, стараюсь, чтобы этот отдых был интересен и безопасен. Поэтому здесь не принципиально, куда ты едешь. Это может быть и отдых здесь, у нас в стране. Либо ты выезжаешь за рубеж, в ближнее, в дальнее зарубежье. Главное, чтобы у тебя остались впечатления, ты эмоционально зарядился, ты отдохнул прежде всего, и твой отдых не был ничем омрачён. Вот это самое главное, чтобы у тебя было в дальнейшем желание отдыхать, ездить, что-то открывать для себя. Что-то открывать для себя. Людмила, я знаю, что ты до сих пор отходишь от поездки в Гималайи. Да, 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 совсем недавно вернулась. Для многих зрителей, конечно, это что-то необыкновенное для наших зрителей. Что-то необыкновенное, но поделись впечатлениями. Ну, во-первых, это Индия, да. Это запахи, это краски, это люди, это необычные маршруты. И вот в этом году выбрали такой совершенно необычный маршрут. Мы были в горной местности. Вот, первая остановочка была, это Олег, это 3600 над уровнем моря мы жили. Вот, а путешествовали, выезжали, уезжали, преодолевая перевалы 5300. Надо сказать, что это очень высоко. Когда ты стоишь на перевале и смотришь вниз и видишь, как там летают птицы, то ты понимаешь, что ты на краю... Ты как-то по-другому начинаешь смотреть на всё, наверное, да? Да, что ты на краю света. Были, например, мы в одной долине, она называется «Долина богов», это ещё дальше. И там говорят, что вот дальше живут только боги. То есть я была в том месте, где вот дальше уже всё, уже только боги. Согласись, всё-таки это неблизкая поездка, и, наверное, всё-таки многих пугает даже выбрать такое направление. У тебя были какие-нибудь опасные моменты на этом отдыхе? Наташ, ну, во-первых, сама поездка была достаточно экстремальная. Почему это горы? А я как человек, выросший в долине, да, я очень люблю горы. Но я всегда, я побаиваюсь гор, я скажу честно. И когда ты, хоть это и джип, и обученный, наверное, самые лучшие водители в мире, это те, кто в горах водит свои машины, да. Когда ты смотришь, там внизу пропасть, а здесь вот летят камни, то ты понимаешь, что это экстремальный вид отдыха. Ты поехала за этими впечатлениями в Гималай? Нет, 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 нет. В Гималай ездят люди, которые ищут смыслы в жизни, особые смыслы. Вот, чтобы, скажем так, поменять точку сборки, да, что-то почувствовать, что-то совсем другое. То, что нет у нас в долине. Мне кажется, твой рассказ очень впечатлил Сергея Николаевича. Мне, конечно, глаза загорели. Что, подумаешь, горнолыжный курорт в Мозыре. Вот Гималай. Вы никогда так далеко не уезжали? Ну, самое далеко, это Шотландия была. Ну, очень интересная страна, в принципе. Люди очень похожи на нас. Такие же дружелюбные, общительные. В юбках ходят? Ходят. Мужчины ходят. Это, кстати, мне не очень понравилось. Но вас не заставляли, наверное, по-народному? Нас не заставляли, но заставляли танцевать. Танцы довольно-таки тяжелые. Но в то же самое время люди до того хотят, чтобы это получилось, что получается. Вот, вы знаете, есть уже сообщение у нас от наших телезрителей. Ольга пишет, что золотое правило на отдыхе – не держать все деньги в одном месте. Отличное правило, кстати. Согласны тоже. Это вот говорят бывалые путешественники, дорогие друзья. Придется согласиться, да. Владимир говорит, что в поездку всегда берет сумку-холодильник. Очень выручает. Кто-нибудь пользуется сумкой-холодильником? Нет. Наверное, если едешь. Есть машины, наверное. Да, на личном транспорте. Наверное, так. И в турпоездке главная хорошая компания, считает Оксана. Но, я думаю, здесь никто не будет сборить. С этого надо начинать. С кем ты едешь? Да, с кем едешь. Семья всегда хорошая компания, но можно найти кого-то, да. Кого-то еще для компании. Людмила, а для чего, в принципе, нужны нам путешествия? Ведь многие люди, на самом деле, обходятся без таких вот туристических поездок и не считают это чем-то особенным. Ну, это до первой туристической поездки они обходятся. А потом это затягивает. Когда ты в поездке, ты позволяешь себе быть с собой максимально, ну, скажем так, естественно. Ну, например, вот ты по жизни такой вот, ну, имеешь хулиганский характер. Ну, ты работаешь где-то в офисе, да, ты белый воротничок, ты очень важный, да, вот как у нас Денис. Но я могу себе представить, как на отдыхе наш Денис может оторваться, да? Это может быть... Я очень спокойно. Наоборот, я стараюсь больше спать. Отдых, он для того есть, чтобы отрываться, по большому счету. То есть открывается, как ты можешь быть кем-то другим, кем-то другим. Ты можешь одеваться в какие-то другие одежды. Вот, например, на мне сегодня шарф, который я привезла с Индии, да? Ты, мне кажется, будешь долго еще в этих красках, да, потому что у тебя настроение особое. Конечно, ты можешь как-то по-другому себя обозначать, как-то по-другому... Ты можешь назвать себя вообще другим именем, правда? Говорить на другом языке. Ты можешь очень много себе позволить в путешествиях. Расскажите нам, пожалуйста, Ольга Валерина, а вот вы какой отдых вообще почитаете? Экстремальный, познавательный, далекий, семейный? Ну вот выберите какую-нибудь категорию, может быть, какую-то свою придумайте. Ну, наверное, как и все женщины, девушки, мы любим, конечно же, и пляжный отдых, теплые страны. Зачем лукавить, правда? Полежать на солнышке, покупаться в море. Конечно, касательно... Поехать за гаром, да. Как Людмила, горы, это прекрасно. Ну, это не семейный отдых, да. Мы как бы более стараемся для детей, чтобы вывести ребенка. И, в принципе, большинство граждан, ориентированные вот на данную позицию, отдыхают ради детей, чтобы вывести ребенка к морю, оздоровить его. Что для вас является, скажем так, ну, самым главным элементом хорошего, удачного путешествия? Это вот что? Чтобы все в путешествии сложилось гармонично. Если это путешествие с семьей, то главное, чтобы ребенок был здоров. Еда, конечно, несомненно. Если ты путешествуешь с друзьями, то, конечно же, еда это не в первую очередь. Это как приедет. Хорошая компания. Да, да. А когда с семьей, то, опять-таки, ребенок всегда должен быть сыт. И в первую очередь ты думаешь о ком? О ребенке. Правильно? Спасибо большое. Вот, Эрен, мне вот интересно, мы заявили вас как путешественника, который предпочитает роскошный отдых. Вот в вашем понимании, что это такое вообще? Мне комфорт скорее. Не то, чтобы эта роскошь прям уже пять звезд. Я достав в Турции, мне нравится очень хорошо, что там отели трех-четырех звезд. Но, в принципе, у них all inclusive такой, как и в пяти звездах. Только единственное, что наименование блюд, если ты уже там гурман сильно, чуть меньше. Но так же чистое полотенце, так же все чисто, все убрано, тебе меняют постель, все прекрасно просто. Но это Турция. Я не была там в других странах, там ниже четыре звезды. А по-разному. 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 Как уберешь свою палатку. Как по-разному. Мы не можем из палатков, конечно же, мы жили в гости. Знаешь, Наташа, один из примеров. Мы были с родителями в Таиланде. Мы жили, да, в пяти звездах, что в Бангкоке три дня, что в Паттайе. У нас в путевку было включено семь минимум экскурсий. Мы посещали все, и гид за нами ходил, пылинки сдувал. Какое-то проходит время. Моя мама поехала уже одна. Они сняли бунгало. То есть все прекрасно. Она присела в фотографии, там они или в камышах. Я не знаю, в чем это бунгало. Тоже, ну, понятно, для комфорта. То есть горячая вода, все это есть. Но она говорит, я получила больше удовольствия, чем, допустим, в этих фэшн-отелях уже. Они сняли бунгало с компаний. Так замечательно. Они стояли в прекрасных местах. Что-то новое, да? Вот о том и говорим, что отдых это хорошо. Вроде та же страна, а она получила другие эмоции. А вообще, Ирэн, согласись, путешествия для творческого, человека, для такого, вот как ты, это все-таки еще и момент какой-то вдохновения. Наверное, после таких поездок появляются какие-то новые хиты, новые песни. Обязательно. Ну, что-нибудь сегодня услышим в твоем исполнении. А вот прямо сейчас, можно? Прямо сейчас. Ну, давайте поддержим Ирэн. Итак, дорогие друзья, Ирэн Рэй на Беларусь 4 прямо сейчас. Прости, забудь. 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 Я не могу так беспечно С тобою танцевать на краю пропасти Мне без тебя будет легче Ты меня прости, просто отпусти Я не могу так беспечно С тобою танцевать на краю пропасти С тобою танцевать на краю пропасти Дорогие друзья, это прямой эфир Как путешествовать безопасно Делитесь своим опытом по телефону 34 22 43 Оставляйте свои сообщения в Аббере Телефон вы видите внизу экрана И, конечно, участвуйте в нашем конкурсе Сегодня мы разыгрываем необычный приз Это пакет с принадлежностями Которые предоставили нам наши гости Там, я так понимаю, есть все необходимое Для того, чтобы, по крайней мере, распланировать Свой отдых С чего начать Поэтому телефон 34 22 43 Звоните в студию и отвечайте на вопрос нашего конкурса Но сейчас внимание Итак, вопрос Назовите имя португальского мореплавателя Эпохи великих географических открытий Он командовал экспедицией Экспедиции, которая первая в истории прошла морским путем из Европы в Индию Вот как его зовут? Назовите это имя Я еще раз повторю вопрос Назовите имя португальского мореплавателя Эпохи великих географических открытий Он командовал экспедицией, которая первая в истории прошла морским путем из Европы в Индию Вот мне интересно, кто-нибудь из присутствующих знает? Знаем Знаем, но не говорим Если знаем мы, то знаете и вы, дорогие друзья 34 22 43 Звоните, пожалуйста, в студию Мы продолжаем разговор Денис Владимирович, вот 10 лет назад каких-то еще Выбор маршрутов туристических направлений для гамильчан Был не так богат, как сегодня Расскажите, что сегодня можно предложить жителям нашего региона Сфера туризма, путешествий, какая она для нас? Во-первых, надо начинать с того, что сегодня Сфера туризма это высокоориентабельный бизнес И сегодня количество туристических предприятий, фирм, организаций Оно растет и довольно-таки серьезно Если мы просто приведем две цифры Количество турфирм прошлого года где-то в районе 120 В этом году уже 140 То есть за один год 20 турфирм появляется То есть это говорит о том, что сегодня это востребовано, это прибыльно Люди вкладывают в это деньги свои И люди хотят путешествовать Да, естественно То есть сегодня есть спрос Это самое главное И, конечно, на сегодняшний день и рынок не стоит на месте Качество обслуживающего персонала Уровня предоставляемого сервиса Оно растет И сегодня и санаторно-курортные учреждения Пересматривают свои подходы Это уже не старые санатории советского типа Это хорошие спа-центры Где человек может отдохнуть Улучшить свое здоровье Причем категории номеров абсолютно от бюджетных до высокого уровня Сегодня маршруты, которые предлагаются здесь у нас на территории Республики Беларусь Они с каждым годом наполняются чем-то интересным Если раньше мы с вами садились в автобус Ехали в какую-то одну точку Посмотреть на Амирский замок То сегодня это уже комплекс Мы заезжаем и в одно место И в второе, третье, пятое То есть все зависит от того, насколько ты хочешь себя Чего ты хочешь в принципе Как ты хочешь пропланировать Поэтому люди пользуются этим Люди вкладывают в это деньги Зарабатывают И, естественно, население Оно отдает с удовольствием Свои заработанные А вот Год Малая Родина, он как-то, скажем, расширил вот эту географию туристических маршрутов? Я сказал бы так, что мы просто-напросто акцентировали внимание наших организаций на улучшение своего маркетинга То есть чтобы они больше, громче, качественнее о себе заявляли Чтобы они активнее посещали выставки, ярмарки Чтобы активнее работали и, может быть, где-то агрессивнее на внешнем рынке в качестве рекламы Потому что конкуренция большая Конечно, конкуренция такая И надо понимать, что сегодня и внутренний туризм То есть и гражданин Республики Беларусь готов отдыхать И за рубежом огромное количество людей, которые для себя открывают Беларусь Я приведу вам один небольшой пример Вот буквально на этой неделе мы встречались с известным публицистом Найджелом Робертсом, который для себя открывает Беларусь каждый год Четвертое издание И он взахлеб рассказывал о том, что он открыл для себя в прошлом году Ровно год назад он написал целую книгу о Беларуси О тех местах, в которых он побывал в первый раз Подробно рассказывая, на что обращать внимание туристу Написано на английском языке Распространяется практически на территории всего Евросоюза К нему прислушиваются турфирмы, турагенты, туроператоры Начинающие и уже, скажем так, туристы со стажем Они читают его записки И что же он написал? Во-первых, приятно отметить И он, в принципе, приезжал специально для этого в Гомельскую область Огромный раздел четвертого издания посвящен Гомельской области И для нас это было, конечно, большим открытием Мы благодарны за то, что он так проникся На самом деле мы постарались Вот тот рекламно-информационный тур, который делали ровно год назад И в который он попал по предложению Министерства иностранных дел И посольства Великобритании Он был в полесе наше Естественно, вещи, которые он увидел Для него, может быть, как для иностранца, они были необычны Мы к ним привыкли А для него это было что-то новое, открытие И вы знаете, на что он обратил внимание? Общаясь с друзьями уже в Минске Они у него задают вопрос Роберт, а ты был... Найджел, ты был в Красном береге? Он полез в интернет, открыл что это такое И говорит, я к своему стыду не знал, что такое есть То есть я приеду скоро для того, чтобы еще для себя открывать Беларусь Если сегодня иностранцы открывают для себя нашу родину Говорят о том, что это интересно Что уровень туристических маршрутов Гостиниц, ресторанов, дорог Значит, он сегодня заслуживает внимания Им есть с чем сравнивать Поэтому, конечно, этим надо гордиться Это надо развивать Это надо поддерживать Вкладывать в это деньги Потому что это сегодня в том числе экономика Спасибо большое У нас есть телефонный звонок Добрый вечер, вы в прямом эфире Это программа Добрый вечер, Гомель Давайте с вами познакомимся Как вас зовут? Добрый вечер, Гомель Меня зовут Игорь Игорь, меня зовут Наталья Я телеведущая этой программы И вы знаете, мы тут конкурс устроили Не хотите поучаствовать? Безусловно, да Я готов Итак, давайте я повторю для всех еще раз вопрос нашего конкурса Надо назвать имя португальского мореплавателя Эпохи великих географических открытий Этот человек командовал экспедицией Которая первая в истории прошла морским путем из Европы в Индию Вот вам надо назвать имя этого человека Знаете ответ? Да, я думаю, что это был ваш Кадагама Вы правильно угадали эти аплодисменты для вас Но скажите Я не угадал Я хочу поблагодарить свою учительницу по географии Школы номер 24 Балабан Елену Владимировну Когда-то в свое время она по ВГО Великим Георгиевским открытиям преподавала Очень замечательно И думаю, этот след остался в моей голове Вот видите, как полезно Как полезно учить географию Скажите, а вы часто путешествуете? По мере возможностей Но в последнее время нет У вас были какие-то неприятные, скажем, такие истории Связанные с какими-то туристическими поездками Может быть, там багаж потеряли Еще что-то случилось Ну, прямо из неприятных Было в Тунисе, в Африке Когда мне сообщили, что давайте вы попробуете пальмовое молоко А потом сказали, что на самом деле оно вызывает диарею Вот это было неприятно Неприятно Но вы были застрахованы, скажите, в этой поездке Страховка была медицинская же у вас? Да, конечно То есть все прошло нормально, в принципе? Да, да Это было замечательно Потому что пить надо белорусское молоко Спасибо вам большое, эти аплодисменты для вас Вот у каждого есть обязательно какая-нибудь история Обязательно личного характера Люблю эти личные истории Ольга Валерьевна, вот ваше предприятие Оно все-таки является таким флагманом, да? Можно сказать, туризма на территории Гомельщины Согласны? Согласны Согласны А вот какие туристические программы популярны Вот в последнее время у жителей нашего региона? Расскажите нам Ну, на сегодняшний день мы готовы предложить самый широкий спектр программ, туров и маршрутов Касательно Гомеля, Гомельской области, в рамках Республики Беларусь Несомненно, пользуются спросом Мир-Несви, Жду-Дудки, Брест-Пуща и ряд других Ну и, конечно же, пляжный отдых, полетные программы Мы готовы предлагать и самые экзотические страны Это и Куба, и Таиланд, и Тунис То есть Ерэн есть? Конечно Мы с радостью подберем Да, свои амбиции, да, в дуле твоей тур А вот, знаете, ко мне приезжают часто друзья, скажем так, из разных стран, скажем так И вот, ну вот Гомельский дворец, да, Ветковский музей А потом ты начинаешь просто задумываться, а куда же еще можно, вот интересно, вот так вот, скажем, попутешествовать по Гомельскому краю Вот какие там могут быть объекты еще? Красный берег, тот же самый, да Потом Хальч, Мозырь, Мозырьский замок, Замкова гора Достаточно прекрасные ландшафты, которые привлекают Мы еще в туров ездим Обыкновенно, да, это, мне кажется, одно из самых таких у нас ярких Спасибо большое Дорогие друзья, я напоминаю, что это прямой эфир Сегодня говорим про безопасный отдых, про безопасные путешествия Ждем ваших советов по телефону 34 22 43 Вот не за горами рождественские праздники, такие долгожданные, мы уже сейчас начинаем хотеть ждать новогодних подарков Нового года и елки Скажите, будет ли у нас в этом году, собственно, резиденция Деда Мороза на Гомельске? Знаете, уже, наверное, сложно даже посчитать, сколько у нас резиденций Деда Мороза Не одна Понятно, в каждой области их уже понесколько Ну, конечно, самое, наверное, главное, это Белорусское опущение Тут никто спорить не будет, потому что это Она самая первая, она самая интересная И, конечно, в этом плане у нее больше возможностей, опыта и так далее Но даже здесь, недалеко от города Гомеля, Корчма-Будьма, Ранчо Очень много, кстати, санаториев продумывают вопросы и заключают партнерские отношения с агроусадьбами Которые, соответственно, под них эти программы устраивают, организовывают У нас очень есть активные владельцы агроусадьб, у которых каждый год что-то новое В прошлом году это была резиденция Деда Мороза В этом году это какой-то другой сказочный персонаж направления И постоянно они чем-то удивляют Работают и со школьниками, и с населением, и с турфирмами, и отдыхающими в наших санаториях Мне подсказывает, что у нас сейчас на телефонной связи Туров Вера Ивановна Пархоменко, начальник отдела по туризму Открытого акционерного общества Туровщина Вера Ивановна, добрый вечер, вы слышите нас? Добрый вечер Добрый вечер, слышу Добрый вечер, это вот сейчас программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4» Я и ее ведущая Наталья Волынец Сегодня, вы знаете, в этой студии у нас такая интересная компания подорвалась И мы говорим о путешествиях, в том числе и о новогодних турах Расскажите, пожалуйста, вот как у вас идет подготовка к приему туристов в зимний период И чем вы вообще будете удивлять в этом году? Ну, я хочу сказать, что, конечно, подготовка идет усиленно На данном этапе как раз таки и готовимся к встрече гостей у нас в новогодние рождественские праздники Специалисты отдела туризма нашего общества уже разработали интересные предложения по встрече Нового года и Рождества На наших туристических объектах, с которыми уже можно познакомиться на сайте нашей компании Это 3W Туровщина Бай Это празднование Нового года в комфортабельных номерах гостиницы Туров Которая расположена у нас в центре города Туров Здесь мы можем разместить до 50 гостей Гостиница расположена в шаговой доступности достопримечательностей основных города Туров На первом этаже имеется ресторан, где будет проходить интересная новогодняя праздничная программа Все, как вы любите, каунспорт Еще хочу сказать, что предлагаем гостям празднование новогодних и рождественских праздников на гостиничном комплексе «Струмень» Этот объект у нас самый молодой, но успел уже завоевать популярность среди туристов Скажите, Дед Мороз будет? Конечно, конечно Я вот хотела еще сказать, что еще один объект есть у нас Это Белое, расположенный в живописном месте на берегу озера Белое Ну, а, конечно, гостей ждет на кастом и перечисленном мною туристическом объекте Самая интересная, разнообразная, развлекательная, новогодняя и рождественская программа Это и новогодний банкет с роскошным, изысканным меню Поздравления Деда Мороза и Снегурочки Веселые профессиональные ведущие Игры, конкурсы, подарки, призы Зажигательная дискотека и многое-многое другое Ну, и, конечно же, новогоднее гуляние в гостях у Полишучки Ух ты, подождите, подождите Это кто такая Полишучка? Что-то мы не знаем такого еще персонажа Это мы такого сделали, самостоятельного персонажа Полишучка В общем, чтобы удивлять своих туристов, я так понимаю, да? Да, да, да Это как бы мы хотим удивить Ну, так, по секрету вам уже сказала Ну, что ж Вера Ивановна, скажите, пожалуйста, а сами вот вы вообще где любите отдыхать? Ну, если честно, то у себя дома И, в принципе, по вере того, что работа связана с сусимом И всегда занимаемся подготовкой в новогодние праздники И поэтому всегда с удовольствием отмечаю Новый год на себя в Турове Спасибо большое, мы тоже обязательно приедем к вам в Туровы Я думаю, наши зрители действительно захотят увидеть вот это чудо, которое вы готовите к рождественским и новогодним праздникам Спасибо вам, хорошего вечера, дорогие друзья У нас на связи была Вера Ивановна Парховенко Начальник отдела по туризму Открытого акционерного общества Туровщина Итак, сегодня говорим про безопасные путешествия Дарья сообщает в Вайбере, она недавно вернулась из Египта, полна впечатлений А Ирина спрашивает рождественские туры на Гомельщине Подскажите, какие есть варианты? Наверное, это для вас вопрос Ольга, что вы можете посоветовать? Рождественские туры на Гомельщине, ну вот касательно детских новогодних программ Это вот, как уже Денис Владимирович подчеркивал Практически любая агроусадьба Гомельской области предусматривает какие-то новогодние программы Корчмабузьма, раньше, потом Чечерский район довольно активно заявлялся И в прошлом году, в ПАЗа, в прошлом, в этом году Всегда рады встретить в деревне Ботвинова Там замечательный музей хлеба Они всегда тематические какие-то делают праздники И Дед Морозь, Снегурочка, и Баба Яга Я вас слушаю, думаю, как можно красиво отдыхать у нас в Беларуси Да, совершенно верно И не нужно никуда выезжать, даже за пределы Ира, а есть какие-то уже планы по поводу новогодних? Я считаю, допустим, я бы не отдыхала бы в Беларуси по одной простой причине Если я, у нас есть хорошие отели даже в Гомеле, да, например, все прекрасно Но они по ценовой стоимости, так как я могу отдохнуть в Турцию Но в Турцию я отдохну, там плюс еще море, онклюзив И в принципе, ну, нецелесообразная трата денег Оно красиво, хорошо, но смысл? Если я тут живу, я могу на старости лет Я уверена, что Ирена и многие наши зрители поменяют свое мнение, когда действительно хоть раз ездят Туров Хоть раз в Турове Нет, мне не нравится нигде Мне кажется, вы просто там не были Вот это вот та вот, Людмила, вот смотри, какая вот интересная позиция Я хочу спросить, вы знаете, Денис, Ольга, а что такое Красный Берег? Красный Берег, это великолепная усадьба, это под Жлобином Причем, я вам хочу сказать, конечно, вот будете в следующий раз ехать в столицу на очередной концерт свой Сверните, это буквально 4 километра от Станой Трассы Вы не видели таких дворцов в своей жизни, а я знаю, о чем я говорю Потому что фактически мы привыкли к каким-то определенным уже стереотипам Гомельский дворцовый парковый ансамбль, Несвежский замок, Мир и так далее Это все уже обыденные картинки Заедьте, посмотрите, вы не видели этой архитектуры, вы не видели этого убранства Дворец, в котором ни одна комната не похожа на другую И это сделано руками, это изысканно сделано И фактически ты понимаешь, что человек, который это делал, либо вот это задумал, он хотел оставить после себя что-то Понимаете, что происходит? Мы, к сожалению, очень часто едем смотреть египетские дворцы и турецкие Дворец старый, в Красном, получается А вот съездите, смотрите, придемте и нам расскажете, поделитесь своими впечатлениями Обязательно, наверное, съездите еще и в Туров, в другие наши интересные места Я хотела рассказать о воспоминании детства Я очень хорошо помню, я была в восьмом классе И организовали такой туристический поезд И мы по Поволжью, то есть в Сибири по Поволжью путешествовали несколько дней Почему у нас в Беларуси нет такого туристического поезда? Как это было организовано? Все было очень здорово Нашлось много детей, родителей, которые сказали, да, мой ребенок хотел бы уже ехать, куда-то путешествовать Каждый вагон это одна школа, да, там много школ, которые сказали, заявили об этом Мы ночью ехали, утром приезжали в какой-то город, целый день в городе Нас кормили там или в вагоне-ресторане, или где-то уже на выезде А днем мы были в каком-то городе, то есть ночью едешь, а день гуляешь Почему у нас по Беларуси вот такой? Я вас хочу разочаровать Разочаровать? Разочаруйте! Есть, и даже с города Гомеля у нас каждый год уже в такие ближе декабрьские, да, то есть периоды Есть маршрут, который начинается вечером с Гомельского вокзала Заканчивается, значит, утром ты уже в Бресте Усадьба, Брестские все достопримечательности Ты опять вечером в поезд, ты утром в Гомеле И это хороший опыт, я вам хочу сказать И то, что вы перечислили, да, мы ведь забываем о том, что развитие внутреннего туризма Должно начинаться со школы И вот зритель, который выиграл, да, он что вспомнил? Учителя географии Он не поблагодарил Википедию, да, Гугл и так далее Он сказал спасибо, потому что мы, когда учились, у нас было понятие производственного туризма Сегодня это набирает обороты, да Мы сегодня можем сходить с вами на экскурсию на Спартак, на деревообрабатывающие предприятия, на мелковиту и так далее А раньше это было как с добрым утром То есть, чтобы класс должен собраться, пойти в обязательном порядке То же самое и посещение исторических мест, связанных с твоей родиной Это тоже должно начинаться со школы Я вам хочу сказать один момент Китайцы, и вот у них сегодня система построена таким образом Они не развивают так называемый экспорт Над которым мы очень много внимания уделяем, чтобы к нам иностранцы приезжали Да, их много Они очень зациклены на том, чтобы каждый китаец Вот есть определенное количество объектов На Китай начнем с этого Да, он должен побывать в тех местах, где он должен побывать как китаец Китайская стена, Пандапарк, Пекин и так далее, Шанхай какие-то То есть и фактически они за счет этого и туристическую сферу поднимают Смотрите, как они путешествуют сегодня внутри А потом, конечно, переходят уже и переезжают в другие страны Спасибо Вы знаете, у нас сегодня в студии Сергей Николаевич Да, так интересно рассказал про мужчин в юбках в Шотландии Да, и вот хотелось бы, конечно же, перейти к такому, на мой взгляд Очень такому мужскому отдыху Такому экстремальному Это лыжи, горы, мозырь Назовем это так Три такие вот ассоциации Кстати, кто из вас хоть раз бывал на горнолыжном курорте в Мозыре? Ну, не просто бывал, а именно там катался Бывал, не катался Бывал, не катался, у вас еще все впереди Все, наверное, были Расскажите нам, пожалуйста, Сергей Николаевич, чем отличается вот наш мозырский горнолыжный комплекс, ну, например, там, ну, не знаю, от Куршавеля, допустим? Серьезно отличается Ценами Ценами В принципе, как вот мы следим в самой холодной точке города Мозыря Там самое холодное Ну, цены действительно намного меньше Но я бы его позиционировал как больше, как учебный для детей Учиться кататься, чтобы потом куда-то поехать Чтобы потом уже в Куршавеле дальше Да, 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 потому что 200 метров это как раз то, что нужно, чтобы научиться кататься А когда вообще начинается самый активный горнолыжный вот этот самый сезон у нас у Гамильчан в Мозыре? В разное время Самый ранний это был первое число декабря, самый поздний это был 26 февраля Один раз даже было так Ну, насколько я понимаю, не только лыжи, не только на лыжах можно покататься сегодня в Мозыре Что еще расскажете? Кроме лыж, это сноуборды, что в принципе сейчас, допустим, молодежь выбирает сноуборды Им нравится более экстремальный вид Потом коньки, тюбинг есть, но это чуть попозже, это как бы последнее Так Да, ну тоже экстремальная получается скорость, большая А вы скажите, я никогда, говорю честно, не пробовала еще такой, скажем, вид отдыха Если я захочу, вот приеду к вам в первый раз, вы научите меня правильно стоять на лыжах, правильно ехать? Или все-таки должна быть какая-то уже подготовка? Минимально, вот в принципе человек, который предрасположен Ну, к этому Что значит, подождите, а как вы поймете, предрасположен? Ну, это как в спорте, приходит человек, предрасположен А, мышцы там все Да, 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 человек сразу Это два раза И все Два занятия хорошего инструктора, и вы поехали А вы лично, ну, инструктором можете быть личным инструктором? Или у вас там специальные инструкторы? У нас специальные инструкторы, и специально на лыжи, и специально на сноуборды Это люди, которые очень, как говорится, во-первых, они коммуникабельны И во-втором, они профессионалы А скажите, как часто вы в сезон спускаетесь с горы? Ни разу не спускаюсь Почему? Я, если честно сказать, не люблю экстремальные виды Вот это новость! Но на горе я каждое утро, я еду в ратраке, ратрачим гору Вы следите за безопасностью отдыхающей И еще, главный инженер, который там, это самое, он уже тоже говорит Я уже 4 года не катался Он в основном работает, понимаете? Поэтому я прихожу, мне важно, чтобы гора была красива Сергей Николаевич, обязательно делайте первый сход Обязательно проверяйте гору, а мы за вами, как говорится Внучка у меня А, внучка проверяет А, кстати, вот такой, наверное, отдых очень хорошо подойдет, как семейный Скажите, рассчитан курорт для каких? Маленьких детей, взрослых, насколько маленьких? Я даже видел, что детки 4-х лет катались, и очень хорошо Во-первых, они быстро схватывают Взрослого научить сложнее А ребенка это очень просто И они схватывают, и понеслись, даже дух захватывает, как они несутся Ну да Мы ездим на соревнования, у нас есть еще люди, которые готовятся ездить на соревнования Так у нас было такая, три сестры, четыре, шесть и семь И все почти были близко около призов, а не которые призы даже Спасибо вам большое Ну что ж, дорогие друзья, безусловно, подготовка к путешествию Это такие особые волнения, переживания Не важно, куда мы едем, там, в Таиланд, Китай Или в Мозырь на горнолыжный курорт Конечно же, нужно собрать какие-то документы Ничего об этом не забыть Вот подробнее об этом расскажем сразу после рекламы Как сделать путешествие безопасным? Дорогие друзья, делитесь своим опытом по телефону 34 22 43 Оставляйте свои сообщения в Вайбере, как это делают наши телезрители Елена, например, пишет, что ее впечатление от дальних туров не очень Постоянно какие-то проблемы в дороге, в гостинице А Ирина сообщает, что очень хочет поехать в какое-то далекое путешествие Но почему-то боится Елена сообщает, что она побаивается также летать на самолетах Потому отдыхает в Белоруссии И сообщает, что у нас действительно очень чудные агроусадьбы, санатории Вот, кстати, Людмила, вот видишь, люди многие боятся самолетов Есть какой-то совет? Стоит себя перебороть или отправиться в дальнее путешествие на самолете Или все-таки выбрать что-то такое Наташа, ну, сейчас можно включить психолога и рассказывать Это будет очень важно, если вы там преодолеете себя Но нужно помнить один момент Когда люди начинают путешествовать, когда они идут в отпуск Они идут уставшие, обесточенные, нет энергии, нет сил Чего они хотят от путешествия? Наполниться А представьте себе, если ваше путешествие начнется с того, что вы будете сидеть и умирать от страха Потому что вы летите в самолете Ну, что за садомазохизм? Поэтому боитесь летать на самолетах? Ну, не летайте Ну, не летайте Ну, давайте на поездах Кстати, о поездах Так Я путешествую по России Очень люблю путешествовать по России Ну, естественно, сначала я иду по Белоруссии Потом заезжаю в Россию И еду до самого Алтая или до Сибири на поезде Вот так вот Здорово, отлично Заезжаю в разные города Казань, Новосибирск, Краснодар Я не боюсь, я летаю А, ты специально это делаешь? Я специально рассказываю про той девчине, где она может насладиться вот жизнью Кроме самолета Да, самолетом Спасибо, вот знаешь, спасибо за откровенность такую Мне кажется, вот эти аплодисменты сейчас для тебя Денис Владимирович, Ольга Варина Вот давайте представим, что я много лет не путешествовала И вот вдруг решил отправиться в какие-то дальние страны Погреться, допустим, на солнышке Скажите, с чего мне начать подготовку к путешествию? Начать с выбора туристической компании Фирмы Все-таки компания Не маршрута, а компания сначала Надо понимать, кто будет заниматься вашим отдыхом И на это надо обращать очень пристальное внимание Мы, к сожалению, забываем определенные вещи И вспоминаем о них только когда что-то случается Поэтому никогда не надо стесняться, когда вы приходите в туристическую компанию Во-первых, надо узнать о ней заранее Отзывы посмотреть Это сегодня не проблема Интернет дает довольно-таки большие ресурсы Ой, путешественники там так отзываются по-разному Можно такую картину составить Да, но есть знакомые, есть друзья Есть и люди, которые уже воспользовались услугами той или иной фирмы Во-вторых, надо понимать, что сегодня с ростом туристических фирм и организаций Не все уделяют внимание профессионализму Уровню подготовки специалистов У нас сегодня этот вид деятельности не обязателен к сертифицированию То есть сертификат качества соответствия туристической компании Можно и не получать и работать на рынке Но уважающие себя компании, которые работают много лет И на это тоже надо обращать Сколько лет фирма на рынке Сколько она занимается этим бизнесом Она, конечно же, каждый год Ну, не каждый год там в соответствии с сроками действия сертификата Она продлевает, получает этот сертификат Значит, смотрите, если я ищу туристическую компанию На что я должна прежде всего обратить внимание? Есть ли у нее сертификат? Да, я бы обращал внимание на сертификат А если нет сертификата, то лучше не связываться? Задуматься Задуматься, по крайней мере То есть, по крайней мере, второе на что надо посмотреть Сколько лет работает на рынке фирма То есть, если она сегодня работает довольно-таки долго Значит, у нее уже определенная база клиентская У нее, значит, определенные наработанные маршруты Они, скажем так, системные, это не просто, и они не предложат вам что-то, скажем, то, в чем они не будут уверены. И, конечно же, обращать внимание на те документы, которые вы подписываете. Внимательно читать договора. Читайте, пожалуйста, уважаемые телезрители, что написано в договорах. Потому что, когда вы приходите в управление спорта и туризма с жалобами, либо пишите об испорченном отдыхе, вам уже поможет только суд, и вы должны будете доказать в том, что фирма не выполнила своих условий. И туристические фирмы, они сегодня тоже довольно-таки подкованные, у них есть юристы. И никогда не стесняйтесь спросить, добавлять какие-то пункты договора. Внимательно соотносите то, что показывал вам агент в каталоге, с тем, что вы увидели. Не стесняйтесь вплоть до того, что ксерокопировать и, значит, где-то подписывать, чтобы оставлялись следы, что вам показывали. В конце концов, вы за это платите деньги. Абсолютно верно. Никогда не платите, значит, не получив чек. В обязательном порядке сохраняйте. Страхуйтесь. Сегодня туристическая фирма, которая себя уважает и которая сегодня держится за клиента, не отправит вас даже куда-то в страховую компанию. Она предложит вам застраховаться прямо у нее, потому что сегодня как можно меньше надо сделать клиенту движений. И обращайте внимание, какой полис страховой, какая компания сегодня вас застраховала. Или это резидент Республики Беларусь, страховая компания, либо это какое-то предприятие, которое на сегодняшний день, условно говоря, основной ее штаб-квартира Прибалтика, либо Российская Федерация, то есть какие-то совместные общества страховые. На это тоже стоит обращать внимание, потому что зачастую страховые случаи, медицинские случаи, их надо, чтобы вам страховой агент очень четко рассказал, на что вы будете потом иметь право претендовать в случае наступления страхового случая, а что вы не будете иметь право делать, в каком состоянии вы должны быть, чтобы ваша страховка не сгорела. На это тоже надо, это у нас зачастую off-inclusive, да, то есть все включено. А когда происходит какое-то ЧП, первые вопросы, любая туристическая фирма, страховой агент возьмет справочку с больницы, в каком состоянии вы поступили в больницу. Если вы были в состоянии алкогольного опьянения, рассчитывайте только на себя. Практически не на что, что называется. Виноваты сами. Ирэн, когда обращаетесь в туристическую компанию, собираетесь в очередное путешествие, вот все эти требования вы, в принципе, учитываете или нет? Сертификат турфирмы? А я в проверенные обращаюсь к компании. В принципе, у нас есть Аллатан Тур, Империя Тревел, Риал Тур. Я не имела проблем. Наталья, сертифицированные компании можно в любое время, зайдя на сайт управления спорта и туризма, найти, они всегда в открытом доступе, а на сайте Министерства спорта и туризма в разделе Департамента по туризму, Национального агентства по туризму можно увидеть туристические фирмы всей Республики Беларуи. Представляешь, я даже не обращала внимания, если у них сертификация. Вот я к этому и висую. Мы просто не знали, что это... Он обычно висит на Миндаге. Мы не знали, что это так важно. Но сам факт, что я обращалась с Куканом, они уже давно на рынке, кстати, Риэлту, Империя, Латан, они очень давно. И мне нравилось всегда ездить, они там сто раз позвонят по поводу трансфера, триста раз тоже там, если поменялся водитель, сообщат, никаких проблем нет. Я помню трансфера, кстати, потеряла водителя, когда приехала в аэропорт Борисполе, я его потеряла. Я думаю, что лучше потерять, водитель или багаж, да, в такой ситуации. Иногда самые проверенные фирмы зачастую для того, чтобы не упустить клиента, начинают давать огромные скидки, и тогда я рекомендую просто-напросто клиенту обратить, через какого оператора он поедет. То есть у нас в основном в Республике Беларусь это агенты, да, то есть это не фирмы или организации, которые формируют продукт, а вот уже через кого ты поедешь, там, да, то есть кто у тебя будет, там, Тестур, там, да, или... Да, да, есть такой... Коралл Тревел, да. Коралл Тревел, то есть Пегас, туристик, да, то есть задержки, там, рейсов есть или нет. Кто тебя там будет встречать? Через какого оператора ты туда едешь? И вот очень много жалоб в этом году, вот не буду называть там названий, фирм, организаций. А почему вы не будете называть, если есть жалобы? Давайте назовем, я знаю, люди все знают. Мы все это знаем с вами из новостей, из интернета, но в основном вот в последнее время грешили очень украинские операторы, которые, опять же, в погоне за объемом, зачастую просто не смогли переварить поток, не смогли качественно выстроить полетную программу, понадеялись на непроверенных авиаперевозчиков, и, соответственно, люди просто-напросто либо задерживались, либо отменяли свои путешествия и оставались дома. То есть в этом году, в этом направлении довольно-таки много было обращений. А вы знаете, этот туман тоже сегодня вот эти вот дни помешал многим туристам улететь. Это погода. Это погода, да, здесь уже туроператор ни при чем. Дорогие друзья, мы вернемся в эту студию и продолжим разговор в прямом эфире сразу после рекламы. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Сегодня действительно выбрать путешествие можно на любой вкус, на любой кошелек. И вы знаете, особую популярность набирает агротуризм. Денис Владимирович, вот скажите, это вот направление, насколько оно развивается, насколько оно действительно востребовано сегодня? Очень активно. И приятно, что очень много людей себя нашли в этом бизнесе. Более из 32 стран мира посетили грузальбы Гомельской области. Там больше 60 тысяч человек. Это такой вот наш такой, да, белорусский отдых такой, по которому скучают иностранцы, я думаю. Они скучают, для них это необычно. Причем разные. Это опять же можно вплоть до обыкновенной деревенской хатки, к которой вот мы, может быть, где-то и привыкли. Но не знаем, вот как там оно, да, внутри. До красивых, хорошо обустроенных, агроусальных, 5-6 звезд, сколько там, ну, петушков, да, выставить можно. Это довольно-таки достаточно интересные направления бизнеса, которому в сельской местности людям, которые хотят себя где-то применить, стоит обратить внимание. Мне кажется, вот Ирэн и другие наши телезрители, они когда вот уже устанут ездить в Турцию, в Египет, они, да, они с удовольствием, с удовольствием, да, откроют для себя наши белорусские интересные места. Кстати, у нас на связи, дорогие друзья, Сергей Степанович Антоненко. Это владелец усадьбы «Лошадиный остров». Вот давайте узнаем вот прямо сейчас, как там дела и как там можно отдохнуть. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Сергей Степанович, вы меня слышите? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Это программа «Добрый вечер, Гомель», телеканал «Беларусь-4». Меня зовут Наталья Волонец, я телеведущая. И сегодня в нашей студии такая дружная компания. И вот мы все выбираем, куда же нам отправиться отдыхать в ближайшее время. Очень много вариантов. Расскажите, пожалуйста, вот чем вы радуете, кроме колоритных пейзажей, вот своих гостей, туристов? Что вообще приготовили на этот сезон? Ну, прежде всего, мне очень приятно, что вы мне позвонили. Мы, как и прежде, занимаемся не просто отдыхом, а организацией активного отдыха. Наши гости, кроме того, что могут у нас переночевать, они с удовольствием всегда пользуются услугами нашей домашней белорусской кухни, кушают из русской печи. Ну и также основное наше направление – это организация активного отдыха. Они катаются на лошадках, посещают наш контактный зоопарк. Все происходит с огромным удовольствием. А скажите, пожалуйста, вот лошади – это вообще не опасно, как вы считаете, во время отдыха? Или у вас все предусмотрено? Да, на самом деле, мы работаем уже не первый год, и не было такого, чтобы кто-то из наших туристов получал какие-то травмы. Конечно, за всем этим внимательно следят инструктора, и если человек впервые знакомится с лошадкой, разумеется, и прогулка проходит немножко в другом теме и так далее. Если человек уже имеет какие-то навыки, конечно, он сам просит и порысить, и поездить в Галоком. Поэтому везде нужен индивидуальный подход. Скажите, пожалуйста, Сергей Степанович, такой личный вопрос. Вы где любите отдыхать? Я очень люблю нашу Беларусь. Я обожаю нашу белорусскую природу. И мало того, я могу из личного опыта сказать, что вот рядышком с нами санаторий Беларуси нет солнечный берег, потому что это наши соседи, их туристы к нам приходят, и очень много россиян отдыхает там. И вот буквально в этом году были туристы из Карелии. Я сам очень люблю Карелию, езжу и в Россию. И они без ума от нашей белорусской природы. Я говорю, ребят, ну у вас же в Карелии не хуже, а для меня вообще Карелия – это волшебная страна. Они очень впечатлены нашей именно белорусской природой. На самом деле это говорит о том, что мы сами не видим тех красот, или мы к ним просто привыкли. А вот люди, которые смотрят на эти страны, они очень интересны. Для них диковинку. Спасибо вам большое. Мы желаем вам доброго вечера. Эти аплодисменты для вас. Дорогие друзья, у нас на связи был Сергей Степанович Антоненко, владелец усадьбы «Лошадиный остров». Ну что ж, время нашей передачи заканчивается, и нам нужно подвести какой-то вывод. Вот коротко. Давайте все-таки ответим на вопрос. Что такое безопасный отдых? Это отдых, к которому человек готовится заранее. И все продумывает. То есть в любом случае спонтанность, она, наверное, интересна, но когда ты уверен в той туристической компании, которая тебе этот горячий тур продаст. Но я всегда советую и рекомендую все-таки людям, гамильчанам заранее планировать. То есть хороший отдых – это хорошо подготовленный отдых. Абсолютно верно. Что посоветуете, Ольга Валерьевна? Ну, это отдых с хорошей проверенной турфирмой. И посоветуем, чтобы люди хотели, стремились отдыхать, не жалели на это денежных средств. Ведь мы не знаем, что будет потом. Поэтому не нужно упускать возможности путешествовать сейчас. Ирэн, ну какие выводы сегодня, может быть, за что-то новенькое открыло для себя в нашей программе? Нет, ну в туров съешь. Ну что ж, тогда все прошло не зря. Да, да, даже супруг поаплодировал. Давайте поддержим. Вам слово, пожалуйста. Какие пожелания насчет безопасного отдыха? Мне хотелось бы, я очень часто вижу у нас одну семью, которая каждую субботу утром приходит в 10 часов, ну потому что горка более свободна. со своей внучкой катаются, потом приходят в кафе, пьют чай, кофе. И потом такие радостные, немножко уставшие идут домой. Говорят, что в принципе это для них лучший отдых. Поэтому советую людям заниматься собой активно и хотеть жить хорошо. Спасибо большое. Людмила, безопасный отдых для тебя. Я вот уже хочу обратиться к нашим сегодняшним слушателям. Я собираюсь в Хакасе, в город Минусинс. Там говорят о совершенно потрясающем музее. Ты ищешься попутниками? Ищу компанию, может быть кто-нибудь поедет. Обычно я ищу одна. Ну вот так, вот практически вышла замуж. Ну что ж, дорогие друзья. Ну я очень надеюсь, что советы нашей программы все-таки действительно сделают ваш отдых безопасным, незабываемым и очень приятным. Поэтому путешествуйте, получайте положительные эмоции. Этот добрый вечер закончит Ирен Рейн. Конечно же, она сейчас споет для вас еще одну песню. Ну а я прощаюсь. До новых встреч в прямом эфире. Свет твоего окна Для меня погас Стало вдруг темно И Стало все равно Истин или нет Тот волшебный свет 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 Твоего окна Свет моей любви Боль моей любви Ты Ты отпусти меня Ты отпусти меня И больше не зови Не зови Не зови Не зови Осень Осень Лес остыл Листья сбросит И Лихой Летер конит Ты За мной Осень Осень Голова И Листья сбросит Где Он Мои Плечи Мои Свет Твоего окна Был он или нет И выпал первый снег Снег Это же вода Растает И уйдет Как моя беда Раз и навсегда Осень Осень Лес остыл И Листья сбросит И Лихой Ветер Конит Ты За мной Осень 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 Голова Моим Листья сбросит Где Он Моим Листья Моим Осень Осень Лесен Сты И Листья Сбросит И Лихой Летер Конит Ты За мной О Осень 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 Голова Моим Листья Спросит Где Он Моим Плечи Моим Осень 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 Сбросит Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok